Добрый вечер, глядите у гэтым выпуску. Сегодня католицкий свет означает рожство Христова. У регионе стартовал марафон доброчинных ранешников и новогодних представлений. Расскажем, куда отправиться с детьми. Як не сапсовать сабе святочный настрой неприемностями с пиротехникой и нечеканным пожаром, глядите у нашим актуальным интервью. И больше подробно, об этом не только. Сегодня католицкий свет означает рожство Христова. У гэты день у храмах прайшли святочные службы. У Гомеля ж верники сустрели свято у рымско-католицким приходе рожство Прасвятой Девы Марии. Гэты свято на протягу 2000 годов для миллионов людей у высабления надеи и веры. Для многих гомельских верников местом яхо сустрычи на протягу 17 годов заявляется костел рожства Прасвятой Девы Марии. У гэты день сюда прайшли некальки сотен человек. Пришли сюда сегодня всей семьей, мама, папа, с детьми. Обычно приходим на богослужение. Раньше, когда деток еще у нас не было, то ходили на все ночную. А сейчас получается только вот утром. Рождение Иисуса Христа – это, конечно, радость для всех. Это для всех. Придя в мир, прожив как человек и умер на кресте за наши грехи. Взял наши грехи, понес и умер. Это для нас, конечно, большая надежда. Большая надежда в том, что у нас есть заступник на небе. И это как бы обновление нас всех. Вера в него – для нас это радость. Рожство Христово попередничает четырехтый дневый пост, який называется «Адвент». Он лечится часом покаяния и подрыхтовки до одного из головных христианских святов. По традиции, «Адвент» заканчивается с изъявлением на небе первой зорки, яка отвестила всему свету об народжении Божьего Сына. С этого момента и подчинается святкование рожства. У этого дня служатся три особливые литургии – ночью, на досвятку и днем. Таким чином свято отзначается тройча, что символизует рожство Христова у лоне Бога Айца, у лоне Бога Мати и у души кожного христианина. Дорогие братья и сестры, Господи Боги, книга книг, Библия говорит – всё, что Бог создал, прекрасно, и всё для человека, только с условием, что человек должен слушать Господа Бога. Не одним хлебом живёт человек, говорит Христос. У человека двойная жизнь – духовная и материальная жизнь, физиологическая жизнь. Духовная – это наша мудрость, это наша любовь, это наша совесть. И там, где люди почитают Бога, они проявляют и мудрость, и любовь. По случаю этого радостного и светлого праздника Рождества Христова, желаю всем Божьего благословения, здоровья, успехов в работе, учёбе, счастья в семейной личной жизни. Да благословит всех нас, Господь Бог, аминь. Ганна Ковалёва, Яугин Макинка, телерадо «Кампания Гомель». И до инших тем гэтага тыдня. На посяджении гомельского облавы канкама затверджены проект прогноза социально-экономичного развития и проект бюджета региона на наступный год. Подробязности гэтая, так само инших падей экономичного життя региона у экономичным аглядзем. У наступным годзе колькость основных показчиков, якие доводятся до области, крыху снизится, але это не значит, что для реализации задач спотребится меньше намаганню. Причим, як и сё лето, галовный показчик – валовый региональный продукт, по яким можно мерковать об агульной ситуации у экономицы. ВРП – это основной показатель, валовый региональный продукт, который должен обеспечить рост не менее чем 101,3%. Это создание новых рабочих мест за счёт, в том числе, развития малого бизнеса, потому что в небольших районах нужно инициировать создание, в первую очередь, небольших предприятий за счёт малого и среднего бизнеса. Это, конечно, безусловно, сокращение затрат для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках и развивать экспорт. Мы – страна экспортоориентированная, есть и остаёмся. Это основные направления, над которыми нам необходимо будет работать. Особливые спадзяванни на наступный год у регионе они связываются с полной загрузкой Мазырского нафтоперопроцовщего завода, по величением поставок продукции БМЗ и дейностью мясомолочной галины. На российские рынки у ранейших объёмах муать намер вернуться перопроцовщики Заргачёва и Калинковича. До того же, становшие выники, повинна принести проведенная модернизация. В этом году построено и введено ряд новых молочно-товарных ферм, поэтому мы рассчитываем, и здесь они будут поступательно наращивать объёмы и выходить не только на традиционный рынок России, но и на рынки дальней дуги Азии и Ближнего Востока. Поэтому и здесь тоже. Ну и на все остальные предприятия нашего промышленного комплекса. Мы считаем, что должна уже выйти из сложной ситуации и на траекторию роста белорусский металлургический завод. Ну и весь наш промышленный комплекс тоже должен двигаться вперёд, закрепляя то, что смогли достичь в этом году. В наступном году в Гомельской области плануется створить амаль 7 тысяч новых рабочих местов. Это прикладно на 50% больше, чем всё лето. Вырошение этой задачи будет ожидаюляться по некоторых напрямках. Это реализация основных инвестпроектов, модернизация предприемствов, а так само развитие приватные инициативы. До речи покажших створение рабочих местов будет у выходить улик основных критериев, по яких плануется оценивать работу органов выканавчей улады. Наступная новина связана с новациями у законодавстве об занятости насельництва. В ответности с новой редакцией закона некольки изменились умовы про доставление рабочих местов. Основное нововведение – скорочение максимального термина знаходжения на улику у якости беспрацованга с трех до полутора годов. А кроме того, докладно вызначены обовязки беспрацованных. Так, зараз суискальник повинен з'являться у службу занятости не радейшим разу месяц и не для того, как только отзначиться. На приеме у специалиста необходимо рассказать об выниках самостоинного пошуку працы. Коли потенциальное працованное место пропоновали на бирже, то на перемовы с наймальником треба з'являться на протягу двух дён с моменту отповедного накерованья. У адворотным выпадку грамадянин перестанет лишиться беспрацованным и будет знятый из отповедного улику. Безработный не просто стоит и выжидает чего-то, а он непосредственно должен заниматься, конечно, поиском работы и об этом официально информировать государственные органы, то есть службу занятости. Далее, значит, если ему предлагается соответствующая работа по критериям его уровня образования, уровня подготовки, конечно, он должен соглашаться и, естественно, трудоустраиваться. С початку года на Гомельщине рабочее место прослужбы занятости отрымало больше 25 тысяч человек. На сегодняшний день у якости беспрацованных зарегистровано и аж 6 тысяч суискальников. Что до областного центра, то зараз во Управлении по праце, занятости и социальной обороне Гарвы Конкама зарегистровано около 2 тысяч беспрацованных. С початку года специалисты допомогли працеулатковаться прикладно 7 тысячам человек. Сегодня очень большой поток вакансий, которые заявлены именно нанимателями, это инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры-программисты, это врачи различных специальностей, медицинские сестры, младший персонал, это санитарки, и также достаточно большого количества это педагогические работники. А кроме того, стабильным попытом у наймальника укористаются специалисты у голене швейной и будовничьей вытворчасти, а так само кулинары. И до инших тем. На этом тыдне у системе Ерыб з'явилась новая опция. Могчимость оплаты послуг по их индивидуальным кодзе. Гэта допоможа проводить платежи больше худко и зручно. Шукать необходимую послугу у древе программы больше не треба. Корыстальники системы повинны вызначить спис послуг, якие периодично оплачивают. Затым один раз доведаться коды и удалейшим уводить их при оплате. Для этого достатково натиснуть оплата у Ерыб по коде послуги. Ознаемиться с кодами можно на сайте расчетбай у разделе плательщикам пошук по послугах и платежах. С наблюжением новогодних и колядных святов возрастает риск надзвычайных ситуаций. Як до этого периода рыхтуются супрационники МНС, якие истнуют правила користания пиротехникой и штрафы для тех, кто их не выполняет. Гэта и инше питанье. Наш корреспондент Ганна Ковалева задала начальнику Гомельского областного управления МНС Анатолию Даухаляутсу. Анатолий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вот приближаются новогодние рождественские праздники. Скажите, вот по вашему опыту, насколько возрастает риск чрезвычайных ситуаций в это время? Да, риски возрастают. Это как каждый праздник. К сожалению, культура питья у нас еще хромает. И где-то люди, перебрав немножко горячительных напитков, теряют осторожность. И получается, если человек в обычном состоянии не сделает этого, то же самое с петардой, то когда он под градусом, он не обращает внимания на те риски, которые несет этот предмет. На новогодние праздники, конечно, риски усиливаются. И мы это видим непосредственно для ликвидации чрезвычайной ситуации. Наш личный состав переводится на усиленный вариант несения службы, отменяются все отпуска, как бы выезды за пределы гарнизона. И, соответственно, в преддверии этих праздников вот у нас сейчас, кстати, проводится акция за безопасный Новый год, где наши работники с помощью клубов юных спасателей пожарных детей, которые нам помогают, выступают в трудовых коллективах, выступают в лагерях отдыха, рассказывают. Просим взрослых, чтобы они побеспокоились о своих детях. Просим детей, чтобы они подсказали своим родителям. Вот, кстати, вы заговорили об акции «Безопасный Новый год». Насколько я знаю, в ее рамках каждый год ваши сотрудники проверяют торговые точки по продаже пиротехники. Вот на сегодня сколько таких торговых объектов успели, с одной стороны, проверить, и с другой стороны, может быть, есть какие-то промежуточные итоги? Совместно с сотрудниками милиции, с РОВД, мы проводим такие рейды по местам. У нас не стоит задача там сколыхнуть, потому что руководители объектов торговых организаций сами об этом знают. Но есть такая контрактная продукция, которую нелегально провозят, продают. И с сотрудниками органов внутренних дел порядка трех точек уже обнаружено на сегодняшний момент. С нарушениями, да? Где изъята эта продукция. Не с нарушениями торговли, а именно где она изъята. То есть там, ну, действительно, подаются петарды без инструкции на русском языке, с нарушениями конструкции. То есть они небезопасны для наших граждан, для нас с вами. А как вообще покупателю определить, что пиротехническое изделие, которое он покупает, отвечает всем вот этим требованиям? Ну, надо, во-первых, в торговой точке покупать. Есть не с рук там где-то из-под полы на рынке, как зачастую, не в гараже, а в торговой точке есть места, где, ну, специально им разрешили. Потому что там лицензию, как я понимаю, выдают на продажу, где разрешили продавать. То есть вот покупаешь товар, инструкция на русском языке, во-первых, должна быть. Во-вторых, целостность товара должна быть не нарушена. Ну, и там написано, как, что делать. Это самое главное. Анатолий Владимирович, а есть ли вообще какие-то официально утвержденные правила пользования вот этими пиротехническими изделиями? И, соответственно, что грозит тем, кто эти правила не соблюдает? Такие нормы и правила существуют. В случае нарушения пользования пиротехническими изделиями, это в местах массового скопления людей, в местах нахождения людей, к ним будут применены меры органами внутренних дел за нарушение общественного порядка. Это какие-то штрафы или предупреждения? Да, штрафные санкции до 8 базовых величин. Ну, наверняка будут применяться какие-то меры, чтобы предотвратить в том числе и чрезвычайные ситуации из-за петард и, может быть, других каких-то пагубных привычек. Вот какие-то меры будут. Непосредственно в новогодние рождественские праздники уже, сами поймите, профилактировать ничего уже не сможешь. Поэтому вся наша работа направлена до того. То есть, как я уже до этого говорил, что и акция наша, которая идет, и плюс усиление работы смотровых комиссий. В каждом районе они работают. Есть определенные категории граждан, где не только наши работники, а весь спектр службы профилактики осматривают и жилища, дают им рекомендации профилактического характера. Ну что ж, хочется пожелать, чтобы в новогоднюю ночь и в рождественские дни у вас было как можно меньше работы. И в завершении вот мой вопрос последний. Сейчас такое время, что многие предприятия и организации становятся инициаторами благотворительных акций. Вот, скажем, ваши сотрудники каким-то образом участвуют в благотворительности сейчас? У нас есть лицей МЧС. Там порядка 50% детей – это дети с неполных семей или дети, у которых нет родителей. Поэтому, в первую очередь, мы им подарки сделали уже. 19 числа приезжал министр туда, поэтому все начальники областных управлений поздравили детей. Концерт посмотрели, их силами создали. Провели с ними волейбольный матч, поиграли с ними. Мы не в стороне от этого. Всегда при возможности стараемся поучаствовать в таких акциях. Я хочу пожелать, чтобы этот Новый год, эти рождественские праздники были безопасными. Прежде всего, задумайтесь, чтобы все были счастливыми. Не надо думать, что 100 грамм потяну, все будет хорошо, или закурю, усну, все будет хорошо. Люди живут без этого, и они счастливы. Поэтому всем жителям нашей красивой области, красивой страны и хочу пожелать безопасного Нового года. Новый год, бадай, самая чаровная урочистость на свете. Гэта час, коли отбываются саправдные отсуды, исправджываются самые заповедные мары. А еще гэта уникальная махчимостью бачить, як оживают казки, а разом з еми, с дятинства, знаемые и любимые персонажи. Об найбольше яскравых новогодних программах Гомельщины у ближайшие некальки хвилин «Наш культурный огляд». Новый год повинен прийти до кожного. Организации предприемства Рахиона имкнутся охапить к лопатам, як мага божь зятей. Наприклад, на святочный ранечнику Гомельский державный театр «Ляляк» на этом тыдне, каля 200 зятей, запросила областная организация Белорусского товарыства «Червонага крыжа». Юных гостей чакала займальная подорожа по касках и мультфильмах, фотосессии и дискотека с великими ростовыми ляльками. А так само проглят спектакля, як нововеркины имянины. Артысты театра перенесли присутных гостей у саправданную новогоднюю каску, цикавую и павучальную. А тым часам у Чаширску на международную добрачную ёлку дятей запросила Гомельское областное отделение Белорусского фонду «Миру». Разом с голонными персонажами свята, Дедом Морозом и Снягуркой, маленькие гости водили карагод в окол прыхажу не ёлки. Прымали удел у цикавых конкурсах отрымливали приемные солодкие подарунки от организатора у свята. Дараджу, все установы культуры Гомельшины подрыхтовали для своих юных наведывальников цикавые новогодние ранешники. Так, у областным драматичным театры на гэтым тыдня отбылась премьера святочной программы «Востров Скарбаў». Падчас яе деце отправилися у займальное морское подорожа разом с Дедом Морозом, Снягуркой и, як гэты недзивно гучыць, добрыми пиратами. Протягнулась новогоднее представление показом спектакля «Востров Скарбаў». Гэта займальная история, якая распавядая про цікавые приходы, які отбываюцца згаловными героями ураство пачас пошуков каштонастяў. Святочную программу падназвыць шаровны куфэрак Деда Мороза прадставили ў Гомельским дзержавным цырку. На манеже парадыйны рэпрызы, трукі з агнём і гульні з глядачамі. Своі уникальные здольнасті дымаструюць паветраны гімнасты, эквилибрысты, жанглёры. Кампанию им складаюць дрэсірованы і перуанскі папугаі, японскі шпіцы і скакуны. Бадай самая хвалюючая шастка цыркавы праграмы выступлэння адразу 12 суматранскіх тыграў. Пад кераўніцтвам народнага артыста Расіі Мікалая Пауленкі, гэтыя прыгожы і величныя паласатыя акробаты дымаструюць публіцы спрыц, силу і асаблівасті свайго характару. Артысты Новохудской дзіцячай школы мастацтва ў Гомельскага районна зараз рыхтуюць для сваіх юных наведвальнікаў святочны мюзікал «Віртуальны Новы Год». Гэта цікава історія пра гумарыстычныя прыгоды, галуных кампьютарных элементу ў пошуках задзірлівага віруса Траяна. Як ізвычайно, ў спектаклі задзірнічаны і настаўнікі і вушні. Міштым, на гэтым тыні артысты з Новой Гуды працтавілі ў Гомелі прыгожы спектакль мюзікал пашчучым загадзе па новогоднім жаданні. Яху прэм'єра адбылася яшы летоць, аднак ён так спадабаўся глядачам, што было прынято рашынне выступі зимы сё літа. На наступном тыні на цікавае святочныя праставлінні юных наведвальнікаў запрашаю Гомельскі Гараскі Центр Культуры. Тут адбудіцца прэм'єра новогодніха спектакля «Каскі Снежная Коралева». Так само ў ближайшы час мы расскажам про святочну праграму «Прэнцессы Генерал», якуў для сваіх малінкіх гасті падрыхтаваў Гомельскі Гараскі Маладзёжны Театр. Сачыці за нашымі навінамі. Вероніка Ворошыліна, Настасі Кучынская, Ігор Марышчынка. Телерадую Кампанія Гомель. У Гомелі па вулиці Хатаевича адбулось ўрачыстае адкрытцё новай аутазаправачнай станці вытворчыг аб'яднання «Беларуснафта». Пасля реконструкція абновленная АЗС-нумар 20 запрашаю ўсіх не толькі заправець ауто, а лейсмаршна пообедаць. Ганна Каральчук с падрабязностями. АЗС-нумар 20 расположена в центральном районе Гомеля па улицах Атаевича 40. Оформленная в новым фирменном стиле «Рост», она стала подарком не толька для автомобилистов, но и для всего города. Проект заправки предусматривает использование современных технических решений и наличие комплексного сервиса. Раньше был отдельный магазин за тригородка, теперь это общий торговый зал. Установлено новое оборудование на островках, удобное для наших покупателей, там, где можно взять салфетки, допустим, при необходимости вытереть руки после заправки. Современный АЗС – это не просто место, где можно заправить бак топливом. И АЗС-нумар 20 этому наглядный пример. В магазине есть всё, что может понадобиться в дороге. Широкий выбор напитков и продовольственных товаров. Товары для отдыха и для авто. На одной кассе можно оплатить сразу всё, и топливо, и другие покупки. И всё это круглосуточно. Главной изюминкой объекта является кафе, которое смело можно назвать мини-рестораном. Для нас это первый опыт, полномасштабно, когда мы хотим поработать не просто в сегменте фастфуда, в общем-то не очень здоровой и качественной еды, а попробовать нечто более серьёзное, где блюда будут готовиться из натуральных продуктов. Не имея собственного опыта в ресторанном бизнесе, в «Беларусьнефти» решили довериться профессионалам и пригласили специалистов из гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси. При разработке меню акцент сделали на простые традиционные блюда, а шесть поваров прошли специальную подготовку. Главные требования к меню – свежесть, качество и вкус. Все из-под шубы, бульоны, борщи, печисто. То есть всё достаточно просто, всё достаточно понятно. И приготовление мы хотели сделать, чтобы было как дома. Люди, они спешат, но не спешат. Спешат не настолько, чтобы не посидеть и не съесть тарелку супов. И на мой взгляд, лучше прийти и съесть вкусного борща или там вкусно приготовленный бульон, чем есть просто такую, ну, хоть и хорошо приготовленную, но сосиску в булочке или в тесте. Заправиться на АЗС номер 20 можно во всех смыслах. Такой объект первый в республике. И это новый этап в жизни предприятия. Беларусьнефть не сбавляет темп, развивается и продолжает удивлять новинками. Сотрудники надеются, что в скором времени кафе станет местом встреч гомельчан, где люди будут отдыхать и общаться. Анна Корольчук, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». И далее в спорте. На будущем тыне свои опошние поединки. О доходящем году в экстрализе чемпионату Беларуси по хоккее проведут обо два представники региона. Хоккейный клуб «Гомель» и Жлобинский «Металлург». Об всем подробно расскажет Дмитрий Котау. Свой опошний селетний поединок хоккейный клуб «Гомель» будет проводить на домашней арене. У гостей до вогненных рысей приедут хоккеисты «Динамо Молодечна». А вось Жлобинский «Металлург» завершает календарный год на выезде. Сталевары сгуляют с Солигорским шахтером. Або два матча пройдут 27-го снежня. Початок у 19 годин. У самим городе «Металлурга» у спортивных аматоров чекает насыщенная программа. На колебные встречи 2016 с поборненствой по плаванні сберутся наученцы с «Гомеля», «Бабруйская», «Мазыра», «Речицы» и «Светлогорска». Яны пройдут с 27-го по 28-е снежня. А у «Гомеля» отбудется першинство по легкой атлеты, за сирот юнаков и девочат, выхованцев, дитяч-юнацких спортивных школ. Баталии пройдут с 26-го по 28-е снежня у палацы легкой атлетыки. Но наступный день тут же позмагаются за перемогу у дельники открытого кубка Гомельской области. Дмитрий Котов, телерадиокампания «Гомель». Выглядели информационный выпуск телерадиокампании «Гомель». У студии працавала Наталья Гнатенко. Мы сочем с разлетем падзе у «Гомеля» в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин